Привет всем! С черной и белой пастой существует одна проблема Это нанесение пасты на кожу для правки Из-за того, что обе пасты имеют очень плотную структуру Они очень твердые и поэтому крайне неохотно размазываются по поверхности кожи Сейчас я вам это продемонстрирую на примере черной пасты Вот наша кожа Я тру по поверхности и я не вижу никакого нового следа, чтобы оставался на коже Не вижу, чтобы паста закрашивала здесь какие-то участки То же самое с белой пастой Белая, правда, она может быть немножко помягче В некоторых местах, вы видите, она размазывается Но в любом случае она не покрывает равномерно всю поверхность кожи То, что хочу добиться я И для решения этой проблемы существует одна уловка Уловка заключается в том, чтобы нагреть пасту и нагреть поверхность На которую мы будем это наносить, то есть на нашу кожу Каждый придумывает для себя свой способ нагрева До этого я видел два таких распространенных способа, которыми пользуются люди Значит, один это нагревать пасту возле какой-то раскаленной лампы И второй это нагревать обе поверхности феном То есть, ну, я пробовал, приходится очень долго водить феном И на самом деле оба этих способа далеко не так эффективны, как мой И затрачивают намного больше времени Так как, в принципе, и фена может не оказаться под рукой и лампы Ну, как вы уже догадались Раз мы на печечке, так и греть мы будем на печке Я хочу продемонстрировать вам мой способ нагрева поверхностей Давайте подожгем огонь Очень просто, в течение 10-15 секунд Берем кожу, берем пасту И довольно близко от огня Просто прогреваем над конфоркой Ничего здесь не загорится, не нужно ничего бояться Но вы увидите тот переворот, который произойдет после того, как обе поверхности нагреются Как начнет размазываться паста Я думаю, достаточно Выключаем огонь Вы видите, как наносится паста Она стала такой аж какой-то маслянистой Как-то проскальзывает И наносится абсолютно классным таким равномерным слоем По всей длине кожи То, что нам нужно Этот способ я еще не видел нигде В принципе, он довольно простой Я попробовал его один раз И с того момента я грею обе поверхности только так Это выручало меня много раз Единственное, что до того, как править нож Нужно дать им обоим немножко остыть Но это буквально занимает 30 секунд Все, надеюсь, этот способ вам был полезен Спасибо за просмотр Пока, бай-бай